Меня булили за лишний вес всегда, я скрывала, что весила 100 килограмм. Это была плохая идея. Вот он говорит, Милана, меньше жрать надо. Я просто не могу ржать! Всем большой привет, ребята, меня зовут Аня Портер, и добро пожаловать на мой канал. В моей семье уже 2 миллиона волшебников и ведьм. Если ты еще не стал одним из нас, то скорее подписывайся и становись частью нашей большой волшебной семьи. Ну что, пипец! Ребята, это просто такой ржач. Когда все это происходило, я не думала, что я вообще буду снимать какое-либо видео. И дело в том, что я начала переписываться не на видео. Просто я лежала в своей спальне и решила попереписываться с Миланой Некрасовой. А точнее, с ее фейком, и писал он мне такой бред. Ребята, у меня полезли глаза на лоб. Мне это стыдно перечитывать. В общем и целом, я решила вам это показать. Прошу вас заранее поберечь свою нервную систему. Потому что моя уже не в порядке точно. Ну а перед началом этого видео не забывайте, что самый лучший комментарий под прошлым роликом попадает в мой следующий ролик. И вот, это вот эти вот комментарии. Если ты тоже хочешь попасть в мое новое видео, обязательно пиши под этим свой комментарий. И не забывайте, что все ваши комментарии самые лучшие. Просто вы все, что не обмещаетесь. Правильно. Ой, господи, извини. Я перепутала тебя. Бывает. Ааа, теперь ты знаешь. Что знаю? Как я с ним общаюсь? Это не слишком пошло. Ну, мррррр. Вот это как тебе? Вот это вот мррррр. Мне не нравится. Зачем? Я ей пишу. Ну, вроде нормально. А что? Просто он так хочет. А я не всегда хочу так общаться. Ты Аня Портер? Да. Я написала да. Потому что, ребята, мне пришлось, но меня просто вынудили поменять номер телефона. Ребята, поздравьте. Я наконец-то это сделала. Очень жаль. Моему номеру было лет семь. Если не больше, прикиньте, я ходила семь лет с одним и тем же номером. Сейчас я его поменяла, наконец-то. Я этому очень рада. Старый свой номер я оставила чисто для переписок с фейками. Я не буду просить у тебя денег, как все. Ну, просто послушай меня. Не уходи. Обещаешь? Я тут. Никуда не ухожу. Мне так плохо. Он меня обижает. И называет, знаешь как? Я такие слова не слышала никогда. Кто тебя обижает? Женя Лизагуб. Он пишет, что я жирная мразь. Ребята, я зато так угорала. Дальше будет еще смешнее. Это просто, просто я была в шоке. И еще матерное слово. Какой ужас. Дала. Да-да-да. Поэтому я ему не дала. Дала ему по... Милана, ты настоящая? Почему ты материшься? Меня все достали уже. Я устала. И все, понимаешь? Вот это эшкерия. Эш-эш. И в меня плюет каждый день. Эш-эш-эш-эшкерия. Тебе бы понравилось? Я говорю, Женя, перестать. А он говорит, я тупая. И я ему бам. Попроси его уйти. И все будет хорошо. У него ключ. Я не могу его выгнать. А у тебя нет ключа? А-а-а. Я не могу. Ребята, у меня так... О, мое сердце сейчас остановится. Все не так просто. Он заказывал отдельный ключ от холодильника. И у меня его нет. Зачем тебе ключ от холодильника? Зачем вообще ключ к холодильнику? Я такое только в мемах видела. Что, знаете, холодильник закрывали на замок. Вот-вот. Я тоже ему это сказала. Вот он говорит, Милана, меньше жрать надо. Жируха верблюжья. Что-что? Что за слова его? Это что это? Откуда берете-то вообще? А? Я плачу. Я плачу за еду. А он говорит, мне это. Так выгони его. И проблема решится. Ну, реально. Надо кыш отсюда говорить ему. Ты не понимаешь. Он говорит, я жирная, нужно худеть. Я просто устала. Съемки там-туда. Я весь день на ногах. А кушать хочется. Я ем много, а он орет. О, нет. Он вернулся. А-а-а. Аня Портер. Спаси меня. Он меня сейчас будет пить. А-ой. По щеке попал. Сейчас я вернусь. Дам ему поеб... И вернусь. Вот в этот момент я поняла, что надо было снимать сразу же вам видео. Вы бы видели мое лицо? Я лежу в спальне. На мне масочка тоси-боси. Я такая лэдис. Спью чайочек. И мне пишет вот это. А-а-а. Шкиры. Нормально? Я была в шоке. Но дальше будет еще интереснее. Простите, что я вам это выкладываю. Показываю. Наверное, не стоило. Все, я тут. Дала еще ему Лиза, чтоб не возникал. Леща дала ему. Но он ударил меня силой. Я просто не могу ржать. С этого, ребята, я это вижу уже не впервой, не в первый раз. Я пишу. Милана, зачем ты это терпишь? Уйди от него. Выгони его. Он забрал ключ от холодильника. Там моя еда. Он хочет, чтобы я похудела до 35 килограмм. Я жируха. Я и так похудела, что он еще от меня хочет. Я весила 100 кг. Хочешь, фотку покажу? Я и так молодец. А он меня булит, придурок вшивый. Она пишет. Хочешь, фотку покажу? И я ей пишу. Давай. Вы уже понимаете, да? Что лучше бы я этого не делала. Что лучше бы я не просила эти фото. Это была плохая идея с моей стороны. Тебе лучше сразу глаза убрать. А то выпадут. Сейчас я его еще раз тресну, чтобы рот свой закрыл. Я и так шарабабана. Что? Шарабана. Я и так шарабана. Что такое шарабана? Я не understand. Ой, все, пошел он в сраку. Ты готова? Только не смейся надо мной. Меня бурили за лишний вес всегда. Я скрывала, что весила 100 килограмм. Хорошо не буду. И дальше она мне скидывает фотографии, которые я вам тут не покажу. Потому что для меня это какое-то издевательство. Как будто бы кто-то хотел этим задеть, либо оскорбить Милану, используя ее изображение. Я не хочу это выкладывать сюда, поэтому я выложу в свой телеграм-канал. Если вам интересно, что скинул этот фейк, вы можете зайти и посмотреть, как выглядит Милана, веся 100 килограмм. Это я, 100 килограмм. Ужас, да? Вот тут на отдыхе Женя называл меня коровой подметной. Корова подметная. Я с этими фейками буду пополнять свой оскорбительный словарный запас. Точнее, свой словарный запас оскорблений. Корова подметная. Слышь, ты корова подметная. Говорил, худей, а я плакала. Это я чуть похудела, но он сказал, что я дегемот. И я продолжила есть воду. Еще одна фотка. Тут я похудела, мне так было хорошо. А он сказал, скотина, что я жируха все равно. И мне пришлось снова есть. Только не воду, а воздух. Я уже не могу просто... Я старалась, ребята, не ржать. Я себя настраивала на то, чтобы не ржать. На мне не получается. И он купил холодильник с ключом. О нет, он, он все увидел. Сейчас он будет меня бит. Помогите. А-а-а. А-а-а. Тыщ, тыщ, тыщ. Головой меня об стол. Кровушка льется. По жопе тыщ, тыщ. Дядя не надо. Дядя не надо. Дядя. А дальше, ребята, знаете, что произошло? А дальше пришел Женя Лизагуб и застукал Милану. И у них произошла, видимо, драка. В общем, вот такая вот короткая, быстрая переписочка с фейком. Безумно смешная. Честно, ребят, ну это... Такое нельзя на ночь испытывать. Я смеялась. Так долго. Пишите в комментариях, как вам фейк. Единственное, что мне не понравилось, то, что он издевался над фотографиями Миланы. Мне как-то кажется, что это не ок, что это не норм. А так, если честно, мне было... Мне было очень весело. Пишите в комментариях, с каким фейком еще снять переписку. Ну а на этом было все. Обязательно ставьте пальцы вверх, чтобы зарядиться волшебной пыльцой. И пишите комментарии, чтобы прогнать злых духов. Я вас очень сильно всех люблю. Всем пока. Сердечко, сердечко, сердечко. Обнимашки, словашки, защучки. За щечки. Какие щечки у вас хорошие? Какие щечки у вас хорошие? Вы тоже, да, не понимаете, что сейчас только что было? Я тоже. Это не надо. Я тоже, ребят, не до конца осознаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok